Этого момента активные и инициативные школьники-студенты ждали ровно год. Центральное событие недели – четвертый молодежный профориентационный форум «Провдвижение». Свои заявки на участие подали более тысячи человек, но только 400 из них смогли выполнить обязательное задание, а приглашение в набережные Челны получили и вовсе только 200. В эти минуты форум продолжается. Участники по-прежнему работают в загородном лагере «Звездный». Поэтому наш первый репортаж о том, как все начиналось. Слово Екатерине Романовой. Еще на подступах к месту дислокации участников форума стали слышны громкая музыка и смех. Ребята готовили свой первый общий проект. «Провдвижение» открывали в темпе и с хорошим посылом. Напутствующие слова представителей Министерства труда Татарстана, Администрации города и автогиганта, несколько советов от участников прошлогодней смены и оригинальный фильм «Как это было в 2016-м». Четвертый год мы проводим этот форум. Каждый год он имеет новую тему, разнообразие. Первый год мы рассказывали о том, какой КАМАЗ у нас как работодатель, потому что все знают бренд КАМАЗ, но не знают КАМАЗ как работодатель. Второй год мы рассказывали в теории, что такое жизненный цикл продукта. Третий год мы провели всех участников по производственному циклу вживую, то есть они посетили все заводы. И этот год посвящен теме повышения производительности труда промышленного предприятия. То есть их задача создать эргономику рабочих мест, создание эталонных рабочих мест, которые мы можем спроецировать на все заводы КАМАЗ. Стоит отметить, что треть участников приехали кто во второй, кто в третий, а кто и в четвертый раз. Форум становится все более популярным среди студентов не только Татарстана, всей России. Я почему заинтересовался этим форумом, потому что у меня профессия связана напрямую с автомобилями. И хоть и не с производством их, с эксплуатацией, но тем не менее, почему бы не съездить, может что-то новое на себя вынести, пообщаться с ребятами из КАМАЗа. Тем более, это как бы мировая марка низовых автомобилей. Уникальная площадка для зарождения принципиально новых отношений между будущими машиностроителями. Профориентационный форум дает возможность каждому участнику проявить себя, найти единомышленников, а может быть и будущее место работы. Обратная связь существует. И это не происходит в одном моменте, что форум закончился, и мы все про него забыли. В течение примерно полугода, а то и больше, идет переписка, есть чат, с которым общаются ребята. И они продолжают давать какие-то предложения, просят какие-то советы и спрашивают о том, как можно прийти на завод работать после окончания института. Профдвижение будет работать шесть дней. По окончанию участники разъедутся в 47 городов России, увозя с собой не только приятные воспоминания, но и полезные навыки, приобретенные за это время. Екатерина Романова, Дмитрий Кравченко, Вести КамАЗа.